Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Стивен Кинг. Цикл душераздирающих рассказов. Читает Александр Водяной Рассказ второй. Спешный звонок Маленький рассказ о старом докторе, который, единственный в своей смене, вызвался ехать добровольцем на место аварии. Доктор Турп был не в духе. Хотя в тот день он и поработал за двоих. Он старел, и от него было мало пользы. Прошел слух, что в конце года его отправят на пенсию. Доктор Спикермен щелкнет языком и скажет, он был одним из лучших в свое время. Но теперь и замолчит. Турп дежурил в ночь с 24 на 25. Канон Рождества. Пока он проходил по больничному коридору, эхо его шагов возвращалось к нему через полутемное пространство. Он невесело рассмеялся. — Счастливого Рождества, доктор Турп! — Вы старый, уставший человек. Единственное, что вам светит, это еще один пациент. Хе-хе-хе. А вот и первый счастливчик. Он постучался в дверь комнаты, 472-й. Он знал каждое дело. Мозг считывал, как с карточки. Миссис Карл Симмонс. Возраст 43. Перелом ноги. Множественные трещины. Немного поврежден спиной мозг. Упала с лестницы. Поправляется. Вздохнув, он мягко постучал. — Войдите. — Пригласила его миссис Симмонс. — Ах, мне не спится. — Сообщила она ему. — Я продолжаю думать о моей Кэрол. Вышедший замуж за того бродягу. Охотник за приданным. Я просто не могу. Она говорила и говорила. И хотя доктор Торп улыбался, кивал и соглашался, ее голос стал всего лишь приглушенным жужжанием на заднем плане. — Все нормально, — сказал он. — Увидимся завтра. Он повернулся, чтобы уйти. — О, доктор. — Да. — Счастливого Рождества. — А, счастливого Рождества. — А, миссис Симмонс. — Отозвался он без эмоций. Он пошел дальше по коридору и открыл дверь в соседнюю палату. Но прозвучал резкий и оглушительный сигнал срочного вызова. — Чрезвычайная ситуация. Сигнал говорил. — Немедленно идти главному врачу. Он прикрыл дверь и заспешил по коридору. В кабинете главного врача его ввели в курс дела. Разумеется, в комнате были и другие доктора. Но Торп сконцентрировал свое внимание на главном враче. Мальчика зажало под машиной. В момент аварии он был со своими мамой и папой. В них врезался какой-то слепой тупица. Авария несерьезная. Но мальчика зажало под машиной. Что привело к разрешению поздней стадии аппендицита. Нараставшего в течение некоторого времени. О нем нужно позаботиться. Но двигать нельзя. Это может привести к смерти. Короче говоря, мне нужен доброволец, чтобы заползти в машину и провести эту операцию. Удалить аппендикс мальчика. Есть среди вас доброволец? На десять секунд воцарилась тишина. Затем доктор Торп шагнул вперед. Я сделаю это, сказал он. Пойдемте. Завывая сиренами, машина скорой помощи пронеслась по улице, пока свизгом тормозов не остановилась рядом с перевернутым автомобилем. Медленно и мучительно Торп вполз в практически развалившуюся машину. Мальчик был плох, но все еще в сознании. — А, у тебя болит животик? — Да, — ответил малыш. — Здесь. Он указал место над своим аппендиксом. — Я хочу к маме. — Больно. — Больно. — Ты скоро будешь со своей мамой, — пообещал Торп. Он приступил к работе, и время остановилось. Было тяжело двигаться. Ему пришлось работать стоя на коленях, согнувшись пополам. На мальчике были одеяла, но он все равно дрожал. Согнутого в три погибели доктора Торпа все время кто-то отвлекал. — Ну как он? Мальчик все еще жив? — Вы устали, доктор. Он дважды порезался, а выступающие острия металла. Но он даже не обратил на это внимания. Порезанные в руке болезненно пульсировали. Пот стекал по его лбу в глаза, но он боялся смахнуть его. И он молился. Он молился за мальчика. Он молился за себя. Молился, чтобы у него хватило мужества, чтобы пройти через это испытание. И как-то, каким-то образом он победил. Мальчик будет жить. После фанфар, репортеров, рыданий, благодарностей, похвалы, он шел домой. Смена закончилась. Теперь небо розовело, предвещая великолепное, прекрасное рождественское утро. И каким-то образом он больше не был тем же человеком, каким был четыре часа назад. Что-то произошло в той машине. Что-то в ранние часы рождественского утра. Что-то было вымыто из него. Можете назвать это горечью, можете назвать это иронией. На морозном воздухе ему вспомнилась мелодия «Тихая ночь». Но он слышал ее впервые. Действительно слышал. Он слышал ее смысл. Потом он остановился и на мгновение всмотрелся в предрассветные небеса. Теперь розово-красные. Бог послал своего сына для миллиона испытаний. Как-то. С каким он сам истолкнулся тем утром. Внезапно он стал счастливее, чем когда-либо прежде. И когда солнце засияло над горизонтом во всей своей красе, доктор Торп знал. Смысл Рождества Израильон. Смирно. DAVID SHOE Рождества Рождества Субтитры создавал DimaTorzok